В День экологов Минприроды говорили о крае цветущем. Мы развиваем заповедники, боремся с несанкционированными свалками, отлавливаем браконьеров и черных лесорубов, формируем русла рек. Мероприятие направлено не только на защиту населения от водных объектов, но и на восстановление самих водных объектов. Например, в рамках национального проекта «Экология», федерального проекта сохранения уникальных водных объектов, в 2020 году были завершены работы по расчистке озера Калядинское в селе Тюменцево, Тюменцевского района. О преуспеяниях доложив, перешли к еще более торжественной части. Награждению премии имени Верещагина лауреатами в номинации за активную практическую деятельность в области охраны окружающей среды стали трое. Людмила Козлова, методист детского эколого-туристического центра «Избийска», активный и опытный педагог. Татьяна Терехина, ботаник из АГУ, стаж 46 лет. Выпустила десятки, если не сотни квалифицированных биологов. И Александр Бондарев, научный сотрудник Центра развития охотничьего хозяйства, при его поддержке в крае был создан Катунский заповедник и расширена площадь 17 заказников. А вот он уже рассказал журналистам о проблемах с экологией в крае. Вы знаете, что примерно 200 тысяч гектар было создано лесополосно, но этого крайне мало. Надо продолжать эту работу. К сожалению, Минсельхоз не дает денег ни нам, ни всем другим южным областям и республикам России на эти мероприятия. Это совершенно недальновидная политика. Эта проблема приводит к тому, что у нас засочки учащаются, суховей, дефляции, эрозии почвы и так далее. Этому более подвержены юго-западные районы края, рассказал эколог и о другой важной проблеме. Мы используем слишком много химикатов для обработки полей. Из-за этого уменьшается биоразнообразие. Решать проблемы при этом нужно аккуратно. Человек вроде делает лучше, а природа может ответить непредсказуемо. Андрей Дриер, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...